Вот, еле до перла эти мешки, ой, до перла, ой, нет, еле да не шла, в учебу культурно было, то, что меня было, значит, перед ним сейчас писать всякое-всякое, вот это я морочу голову врачам, хожу бегаю по врачам, они мне говорят, больше двух килограмм не брать в руки, не таскать, а я говорю, ой, ветер сегодня, ветер какой, сейчас вездуется, а там такая жара, а там такая жара, не могу вам даже передать, ну вот, там я ответил, пожалуйста, когда жарко, люди потеют, да, а когда знобит, что это такое, а, вот что это такое, ладно, значит, тут недалеко открыли новый немецкий магазин, ну, прямо возле дома, я иду туда, в одну сторону, где-то минут, наверное, двадцать, и в другую сторону, столько же, но мне же нужно еще ходить, мало того, что нельзя много носить, я тяжелый носить, по килограмм, господи, три буханки хлеба, так надо же ходить, ну, тоже я хожу, ну, и по магазинчику еще походила, и того, где-то часа три или четыре я убиваю, это, ну, то есть, смотрите, магазин новый, хороший, что же меня побудило, акции, там сегодня последний день распродажи, не только там 20-25%, 10-15%, но и 50%, конечно, я согласнилась, и теперь вам рассказываю, показываю свои покупки, покупки, смотрите, это чернослив, а это грецкий орех, вы помните, что мы раньше делали, вот ножницы я не взяла, я не взяла ножницы, но здесь же такие, эти разные пакетики, ну, чернослив-то, вы знаете, так, я руки еще не помыла, поэтому руками трогать я не буду, ну, забыла еще руки, я бы мыть, я не забежала, чернослив, пусть снятина, они имоверные, с грецким орехом, слушайте, ну, раньше, вот, под Новый год, помните, да, мы делали такой деликатезу над праздником, особенно под Новый год, это грецкие орехи, мы прошаровали чернослив, ну, и, конечно, там, сметана, там, йогурт, я даже, не говорится, а сметану я купила, но сметана у меня будет для другого дела, но я со сметаной не буду, я же еще худею, да, я же все придерживаюсь диету, так вот, это такая буженина, с уценкой, вы понимаете, уценка довольно такая хорошая, хлебушек, я взяла одну буханку, не три, конечно, буханочки, от магазина я восторг, заходьте, это взяла для пробы, я так понимаю, все равно, вы, конечно, не понимаю, что это уценка печь, никогда в жизни я не пробовала, не ела, уценка взяла, что самое главное я пропустила, я пропустила самое главное, вот так, потому что я видео делаю, я сразу, я сразу смотрю чек, ну, чек я, в принципе, смотрела еще в магазинчике, так, не заглядывайте, не заглядывайте, там у меня денежки еще остались, так вот, так, а теперь мне нужно, господи, сейчас очки, я же захожу в магазин, очки меняю, переодеваю, это я сниму, это я надену, и что я отслеживаю, сколько с меня взяли, все репродукты выбили, потому что кое может быть обман, ну, не обман, ну, или как, шутка, да, лишний товар вбивают, ну, так бывает, бывает такое, но здесь лишний товар у меня не вбили, значит, всего, смотрите, я истратила 66 лево в 94 копейки, значит, я дала 80, 13.06, мне должны дать сдачи, я обязательно проверю, сдали мне столько сдачи, или не дали, не дали, ну, это же ладно, я не буду время тратить, потому что вы же смотрите, да, я думаю, что я, ну, я пересчитываю, это надо перечитать на всякий случай, могут неправильно дать сдачу, могут, но не делают пока, жарко, мне так жарко, так вот, меня знобит, знобит, что это такое, знаете, что это такой признак непонятный, вот, что я еще покупаю, я покупаю месли, это за чудесный месли, премиум, должно быть премиум написано, не написано, но это хорошее месли, что написано, что должно быть премиум, не прочитала, ну, это очень хорошее месли, здесь хороший состав, и вот я раньше этим не занималась, это не ела, считала, что это сугубо для детей, а не для таких, ага, и молоко, я беру такое молоко, жирность 3,7, у нас, допустим, 3,3, по-моему, самая большая жирность, а здесь 3,7, ну, говорят, должно быть молоко там-то без жира, но я не хочу воду, поэтому я беру молоко, и вот месли молоко, это еда для меня, отлично, и первое, и второе, и утром, и вечером, и в обед, дальше, что я взяла, это вот эти, как они, стегна, да, от индюшки, или не от индюшки, написано, дайте, прясно, я думаю, что это индюшка, короче, говорят, я буду бульон варить, буду варить бульон, а на бульоне будет такой, ну, прозрачный, я люблю бульончик, и там так пару кину макаронин, да, что-то такое, без картошки, это я взяла печеночку, печеночку, ну, а вот печеночку я готовлю, у меня есть что, у меня есть, это, как называется, морковка, в холодильнике есть у меня морковочка, и я купила сметану, это вкуснячина я буду готовить, но вам же не интересно, вы это не смотрите, потому что вам это не нравится, а я это готовлю, и сыр, этот сыр я тоже никогда не ела, сказали, будто бы это голландичный, опять-таки, ну, в общем, какой-то импортный сыр, вот, тоже пауценки, ну, как видите, пауценки, а деньги заплатила, смотрите, я еще хочу вам сказать, я еще покупаю укропчик, мне здесь, вообще, все нравится, видите, оно упаковано, все чистенькое, все, как будто бы с огорода, действительно, свеженькое, укропчик стоит, ну, сейчас, не важно, сколько он стоит, я вам сейчас показала, какую сумму я истратила, я вам скажу, в общем, сколько это будет на наши деньги, и что я делаю сейчас с укропом, кстати, уже подсудила всех, кто знает, всех соседей и всех своих приятелей, я делаю укропное масло, то есть я беру сливочное масло с укропом, это такая вкуснятина, ну, попробуй, съешь, допустим, ну, хотя бы пол пучка укропа, ну, не съешь никак это, ну, ну, никак, ну, конечно, для бульончика, для супчика, и, естественно, там, для салатика, но, когда бутербродик с укропчиком, немножечко соли, капельку соли, ну, можно и без соли, но соли, конечно, вкуснее, и еще чуть-чуть чесночка, боже, это такая вкуснятина, в общем, у меня уже тиху слюки, так, я вам все показала, все рассказала, очень хорошо, мои дорогие, мирного неба, счастья, здоровья, удачи, и, естественно, до следующей встречи, пока, всех целую, так подумайте, почему меня злобит, когда очень-очень жарко, все потеют, а меня злобит, что это за признак?